С 1 января 2020 года на территории Кыргызской Республики начнут действовать тарифы, предусмотренные решением ЕЭК, сообщает таможенная служба. Отметим, что с введением тарифов ЕЭК цены на растормаживание вырастут в 11 раз, но это действует на авто старше 5 лет. К примеру, за автомобиль Toyota Camry 2009 года выпуска с объемом двигателя 2500 кубических сантиметров сейчас можно платить всего 1200 долларов. С нового года таможенные пошлины достигнут 13,5 тысяч долларов. С 1 января 2020 года расторможка автомобилей, везенных в Кыргызстан из третьих стран, подорожает в 11 раз. Государственные таможенные службы напомнили, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третьих стран. С 1 января 2020 года начнут действовать тарифы, утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии в декабре 2017 года. Рекомендуется заблаговременно планировать маршрутный ввоз автомобилей из третьих стран транспортных средств для личного пользования. Партия Атаджурд пойдет на выбор самостоятельно, об этом в 24 КГ заявил экс-спикер парламента Ахмахмет Кельдебеков. По его словам, у Атаджурда два сопредседателя – он и бывший депутат Джугур Кенешик Амчебекташеев. Парламентская фракция рожда работает до конца срока шестого созыва. Партии Республика Атаджурд нет с 2017 года. Мы же провели съезд перед президентскими выборами и официально заявили о прекращении деятельности политической организации. Тогда же было объявлено, что Атаджурд в 2020 году пойдет на выбор самостоятельно без республики, сказал Ахмахмет Кельдебеков. Напомним, тендем Республики Атаджурд был сформирован по боюдному согласию Урбек Абабану и Камчебек Аташиев в 2015 году перед выборами Джугур Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил. Партия Республика также пойдет на следующий выбор самостоятельно, заявил депутат Мирландин Чароев. Сегодня существует партия Республика Атаджурд и Республика Атаджурд, то есть говорить, что раз больше нет, не совсем верно. Партию юридически не ликвидировали, решение такое могут принять только на съезде, но пока его не созывали, сказал Мирландин Чароев. Министр образования и науки Канавек Исаков попросил прощения у учителей. В эфире радио «Спутник Кыргызстан» Исаков прокомментировал скандал вокруг 23-летней учительницы из Оше, Бактугуль-Джапар-Кызы, которые присвоили звание отличника образования Кыргызской Республики. Министр заявил, что понимает чувство педагогов, которые работают несколько десятков лет и до сих пор не получили ведомственные награды, а также попросил у них прощения. Ранее сообщалось, что она была признана лучшим учителем 2019 года. Минобразование и науки опровергло информацию, что глава ведомства лично знаком Джапар-Кызы. Возмущенные пользователи соцсетей напомнили, что такого звания нет у многих преподавателей, имеющих многолетний стаж. По словам Исакова, необходимо присмотреть ведомственные положения при своении звания. Он добавил, что узнал о 23-летней учительнице из СМИ и опроверг слухи о родстве с ней. Исаков пояснил, что награду вручают не министры, а специальная комиссия Министерства образования и науки. По его словам, 5 октября в честь Дня работника образования почетными грамотами и знаком отличник образования КР наградили почти тысячу специалистов. Среди них была и Бактугуль Джапар-Казы. Министр постигнул, что эта награда не имеет статуса государственной. Продолжение следует... Продолжение следует...